К примеру правительства РФ последовали практически все субъекты РФ, в которых наблюдается низкий уровень рождаемости в таких регионах, также была введена программа материнского капитала. Условия таких программ определяются региональными властями с учетом возможностей местного бюджета, а потому различаются по субъектам РФ. Региональный материнский капитал в Ленинградской области является примером локально утвержденной программы для улучшения демографической ситуации. Из данной статьи вы узнаете, как получить выплату, какие понадобятся бумаги, на что разрешено потратить средства, кто имеет право подавать заявление, и какие условия придется выполнить для получения прав на выплату. В каком размере выплачивается региональный материнский капитал в Ленинградской области? Недостатком региональной программы материнского капитала Ленинградской области является тот факт, что сумма выплаты оказывается намного меньше федеральной и составляет только 117 360 рублей по состоянию на 2020 год. Зато местный проект имеет сразу два преимущества. Сумма материнского капитала ежегодно индексируется в соответствии с ростом уровня инфляции. Перечень целевых направлений средств маткапитала в Санкт-Петербурге шире, чем в законе о федеральной выплате. Кто имеет право на региональный материнский капитал в Ленинградской области? Важно! Согласно закону Ленинградской области от 17 ноября 2017 года номер 72 УС, родители, не обратившиеся за региональным материнским капиталом до исполнения ребенок, давшему право на выплату, 18 лет, теряют право на сертификат. Обращаться в районные органы социальной защиты населения имеют право родители, отвечающие следующим требованиям. В семье родился или был усыновлен третий по счету ребенок в период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2020 года. Семья проживает. На территории Ленинградской области на протяжении как минимум 9 месяцев родители проживают совместно со своими детьми. Кто может подать заявление? Важно! Если за получением материнского капитала в Ленинградской области обращаются дети, которым присвоен статус сироты или ребенка без родительского попечения, придется документально подтвердить тот факт, что родители не получали. Сертификат до лишения родительских прав или смерти. Отец ребенка может подать заявку на получение средств вместо супруги, только если он не женат и усыновил три детей, или жена не имеет возможности получить сертификат, умерла, погибла, является недееспособной, пропала без вести, утратила. Право на получение средств лишилось по решению суда прав на усыновление или родительских прав на детей. Какие нужны документы? Важно! Мертворожденные и опекаемые дети не могут быть учтены при назначении выплаты материнского капитала в ЛО. Документы и заявления на выплату материнского капитала подаются в районное отделение органов социальной защиты населения, в многофункциональный центр, в СНЭ путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения. Ксерокопии документов придется заверять у нотариуса через портал Госуслуг, через официальный сайт органов СНЭ. Матери детей понадобится подготовить пакет документов, включающий в себя следующие бумаги, паспорт РФ, свидетельство о рождении детей со штампом о российском гражданстве, страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, всех членов семьи СНИЛС, свидетельство о заключении или расторжении брака, судебное решение о передаче ребенка в семью при усыновлении, справка из ФМС о регистрации на территории региона, справка о составе семьи, справка об отсутствии. Случаев оформления регионального капитала по предыдущему месту жительства приезжим. Если за выплаты обращается отец семейства, ему понадобятся следующие дополнительные документы. Решение суда о единоличном усыновлении 3 и более детей, если он является единственным усыновителем, свидетельство о смерти супруги. Решение суда о признании супруги пропавшей, умершей, недееспособной, лишенной прав на детей. Читайте также статью «Региональный материнский капитал в Санкт-Петербурге в 2020 году». На какие цели можно потратить региональный материнский капитал в Ленинградской области? Важно! В Ленинградской области не выдается сертификат на материнский капитал. Право на денежные средства подтверждается справкой талоном из органов СНИ. Законные направления использования средств регионального материнского капитала также оговорены в упомянутом выше законе. Целевое использование средств в документальное подтверждение улучшения условий проживания приобретения. Земли по ДЖС или постройку дачного дома, подведение газа к частному дому, ремонт, договор купли-продажи, ипотечный договор с банком, договор выкупа доли в долевом строительстве, договор со строительной фирмой, свидетельство о регистрации. Прав собственности. Справка о целевом использовании земли. Оплата обучения детей контракт с детским садом, школой или вузом. Копия лицензии. Оплата медицинских услуг, реабилитационных, контрактное оказание услуг. Справка о необходимости лечебных процедур. Копия лицензии. Оплата медицинских услуг, которые не могут быть предоставлены бесплатно и перечислены в перечне федерального закона от 29 ноября 2010 года, номер 326 ФЗ, справка о необходимости получения ребенком платных услуг, чеки об оплате. Ксерокопия лицензии. Покупка дорогих медикаментов, не указанных в перечне тех, что могут быть выданы на льготных условиях, справка о необходимости приема лекарств, чеки об оплате. Покупка транспортного средства, только для родителей 5 и более детей или ребенка-инвалида, кредитный договор, если приобретается в кредит, платежные документы, подтверждающие внесение собственных средств. В какое время разрешено потратить региональный материнский капитал в Ленинградской области? Региональные власти Ленинградской области подчеркивают, что воспользоваться средствами регионального материнского капитала семья может только после того, как ребенку исполнится один год, пройдет один год с момента принятия судебного. Решение об усыновлении ребенка. Исключением является оплата медицинских услуг, в которых нуждается ребенок, приобретение средств реабилитации для ребенка с инвалидностью. Читайте также статью «Пособие на ребенка в Ленинградской области в 2020 году». Законодательные акты по теме. Закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года номер 72 С.К. Ленинградской области «Типичные ошибки». Ошибка. Мать ребенка требует немедленной выдачи сертификата на материнский капитал в Ленинградской области. Комментарий. Сертификатный маткапитал в Ленинградской области не выдается, вместо этого предоставляет талон в органах СНЭ. Заявление о выплате средств рассматривается около 30 дней, в течение следующих 5 дней заявитель получит извещение о решении уполномоченного органа. Еще месяц уйдет на проверку документов, подтверждающих целевое направление средств. Ошибка. Семья из Ленинградской области требует выплаты местного материнского капитала в наличной форме. Комментарий. Средства материнского капитала в указанном регионе перечисляется на счет организации, оказывающей услугу или продавца. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Я переехал в Ленинградскую область из другого региона России. Могу ли я получить местный материнский капитал при соответствии условиям программы? Ответ. Да, но не в том случае, если вы в свое время успели получить региональный капитал в другом субъекте РФ, и если у вас имеется неистраченный остаток средств маткапитала другого региона. Вопрос номер два. Могу ли я вложить в улучшение жилищных условий средства федерального и регионального материнского капитала Ленинградской области? Ответ. Да, закон позволяет совершать подобные действия. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok